Большие полушария покрывают средний и промежуточный мозг. Поверхность полушарий образована серым веществом, корой. В корее больших полушарий насчитывается около 14 миллиардов нейронов. Каждое полушарие разделено бороздами на затылочную, височную, теменную и лобную доли. В коре больших полушарий различают чувствительные и двигательные зоны. Эти смешные человечки, гомункулусы, придуманы для того, чтобы показать, какое большое место в двигательной зоне занимают участки, управляющие рукой и органами речи. Это говорит об их значении в жизни человека. Нельзя сказать, что процессы, происходящие в коре больших полушарий, сегодня до конца изучены. Одно из важных направлений изучения биотоков мозга, электрических импульсов, возникающих при работе нейронов. По характеру рисунка можно судить, в каком состоянии находится мозг, спокойно подрастует или активно решает возникшую задачу. И даже, какие зоны коры включены в работу. Изучение головного мозга показало, что роль его полушарий в процессе восприятия мира не одинакова. Оказывается, одно из них, левое, отвечает за восприятие и воспроизведение речи, за четкое логическое мышление. Другое, правое, связано с образным эмоциональным мышлением. Обычно работа обоих полушарий согласована.